10 ноября в день сотрудника органов внутренних дел завершился всероссийский этап конкурса Народной участковой 2021, в котором от нашего региона участвует старший участковый уполномоченный полиции майор Владимир Колесниченко. Владимир Колесниченко нам удалось застать за домашними хлопотами. Участковый уполномоченный из села Несь по делам выбрался в окружную столицу. Уроженец Краснодарского края в Заполярье уже шестой год. После окончания университета МВД мужчина несколько лет трудился в органах правопорядка на своей малой родине, а потом решил кардинально изменить свою жизнь и поехать служить на север. Изначально когда переводился, посмотрел как город, посмотрел, знаю, что люди на крайнем севере очень добрые, отзывчивые, с ними приятно работать. И ты к ним когда с душой, и люди к тебе всегда с душой относятся, понимают тебя, всегда взаимопонимание нахожусь с людьми. После этого в Лабожском работе там населенный пункт был небольшой, ну как бы мало работы было, скажем так. После этого в городе я не очень хотел работать, потому что мне больше специфика сельского населения больше нравится. После этого я посмотрел, какие есть ваканты по населенным пунктам. Мне понравилось очень село Несь. В НИСИ работы хватает. Участковые уполномоченные в глубинке выполняют функции и инспектора ГИБДД, и следователя, и оперуполномоченного, и специалиста ПДН. Владимир на селе – человек уважаемый. К нему идут за помощью по различным вопросам. Население с этим тоже понимает о том, что я как бы один, но выполняю все функции органов внутренних дел, которые у нас в городе по подразделениям распределены. Также вот хочу добавить о том, что, находясь на селеном пункте, на административном участке, обслуживая административный участок, ко мне часто обращаются, например, жены, лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, либо матеря, которые со скрипя душой говорят о том, что вот у меня сын уходит в алкогольную яму, скажем так, что злоупотребляет спиртными напитками, теряет себя как личность. С этим тоже проводится работа с ними систематически, с лицами, злоупотребляют спиртными напитками. Если они были в ходе рейда на улице в состоянии алкогольного пения, в отношении них составляется административный протокол и проводится пробеседа о вреде спиртными напитками. Также у нас недавно, в начале, в конце сентября, совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности проводился рейд и было выявлено факт незаконной реализации алкогольной продукции. Около двух тонн выявили алкогольной продукции, которая реализовывалась незаконно. К специфике работы Владимир уже привык. Получил водительское удостоверение на право управления снегоходом. Сам обслуживает технику. В зимний период времени на снегоходе у нас оформляется командировка. Собираю вещи, что необходимо, и выезжаю за 75 километров. Это Чижа. Иногда меня временно закрепляют за другим административным участком. Это Шойнский сельсовет, поселок Шойна. И туда почти ежегодно тоже состоится выезд у меня по каким-либо происшествиям, которые были совершены на административном участке у нас в селе Шойна, поселке Шойна. За отличные успехи в службе Владимир номинирован на звание народного участкового.